Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, всех слушающих и смотрящих эту передачу. И сегодня вашему вниманию будет предложена необычная, на первый взгляд, тема – духовное состояние молодёжи. Не только белорусской молодёжи. Но прежде чем давать какие-то оценки, я позволю напомнить себе, а через себя и всем нам, о некоторых исторических событиях. После Первой мировой войны в 1920 году начался резкий спад экономического роста во всём мире. Американские магнаты озаботились потреблением среднего гражданина. И тогда банкир с Олл-стрит, Пол Мазур, откровенно писал в 1927 году в Харвард Бизнес Ревю, цитирую, «Мы должны переключить Америку от культуры потребности к культуре желаний. Людей нужно приучать желать, хотеть нового ещё до того, как старое будет полностью потреблено». Главным гением этого процесса стал Эдвард Бернейс, племянник Зигмунда Фрейда. Бернейс создал науку массового убеждения, основанного не на разуме, а на манипуляции подсознательными чувствами и импульсами. Под влиянием своего знаменитого дяди Зигмунда Фрейда, с которым Бернейс регулярно переписывался, он смог понять силу бессознательных, универсальных желаний, эмоций и инстинктов. Он использовал их для того, чтобы продавать всё и всех. И действовал по одной схеме – генерировал события. События генерировали новости, а новости генерировали спрос. Вот приведу вам пример. Для того, чтобы улучшить продажи американской табачной фабрики, Бернейс переделал общественное сознание. Он придумал феминистских акелов с факелов свободы. Десять знатных девушек-феминисток во время ежегодного пасхального парада, показательно безбожного, в Нью-Йорке одновременно закурили сигареты на камеры репортеров, совершенно не подозревая, что они являются активными участниками пиар-компании табачной промышленности. Искренне полагая, что борются за равноправие женщины и мужчины, Эффект произвел ожидаемый результат. Об этом заговорил мир. И, к примеру, смелых, в кавычках, конечно, смелых женщин последовали другие. В итоге дела табачной фабрики улучшились, при том, что ни разу в ходе акции не было упомянуто это предприятие. Так начался век эгоизма, когда люди потребляли все, даже то, что им не нужно, потому что были убеждены, что то, что они покупают, делает их счастливыми, или что они борются за истинные права и свободы. В частности, услугами Эдварда Пернейса пользовались демократы, которые убедили народ по той же простой схеме в том, что демократия и капитализм друг без друга невозможны. И это есть величайшее благо для людей на земле. И, в принципе, им это удавалось до событий этого года, когда многим открылось это благо с другой стороны. Итак, Зигмунд Фрейд обнаружил, что человеком управляют примитивные похоть и агрессия. Если их не контролировать или контролировать в нужном русле, они приводят общество к хаосу и разрушению. Мы это наблюдаем особенно в нынешнее время, только не очень осознаем, как те женщины, которые думали, что борются за свои права. На основании этой теории Бернейс впервые показал корпорациям, как можно в свою пользу контролировать эти инстинкты и как они могут заставлять людей покупать то, в чем они не нуждаются, а политиков, как манипулировать массой. Мне интересно, какие выводы вы сделали из этого, из того, что я только что произнес перед вами. У меня лично их три. И первый – нашим сознанием давно управляют. Законы Эдварда Бернеса действуют вовсю. Генерируются события. События генерируют новости. Новости генерируют нашу ответную реакцию. Эта схема очевидна сегодня до мозолей на глазах. Так создан спрос на блуд, пьянство, наркоманию, чайдфри, борьбу с ветряными мельницами, низкую образованность, в бескультуре. Нас уверяют, что вокруг прогресс. Но если посмотреть на факты, на внутреннее состояние человека, даже на его реальные знания, появляются вопросы. Потому что налицо обратный процесс. Возврат к первобытности. А второй вывод у меня более оптимистичный. Человек может не поддаваться манипуляции, если сам будет контролировать свои инстинкты и эмоции. Но это возможно лишь при сильном духе. И поэтому главный мой вывод. Противостоять манипуляции может только религиозное сознание. Дух, который имеет связь с Богом через молитву. Другими словами, духовная жизнь дает истинную свободу. Фрейд рассматривал человека как отвратительное животное. Бернес использовал низменные инстинкты своей практики. На его идеях базируются современные пиар и политтехнологии. Грубо говоря, 90% информации имеет цель. Цель человека низвести до животного, чтобы он был всеядным как в прямом, так и переносном значении. Христианство подразумевает в человеке образ и подобие Божие. Оно возвышает человека от звериной сущности и предлагает пути совершенствования духа. Вот так происходит возврат от культуры потребления к культуре потребностей. «Когда человеческий дух живет божественной истиной, то перестает зависеть от земного притяжения настолько, насколько может». Вдумайтесь, когда мы говорим, например, о празднике Рождества Христова, о чем он нам говорит? О том, что Бог вочеловечился, то есть божественная природа и человеческая встретились в одной личности. Есть в народе слово «породнились». Вот именно человеческая и божественная природы породнились к Сыне Божьему. И теперь человек не только земное существо, но и небесное. через вечную и бессмертную душу. А страшна ли такому человеку смерть, если душа, то есть фактически наша личность, живет вечно? А нужны ли ему сладости земной жизни, если он почувствовал сладость бодрого духа и свободу от желаний и инстинктов? Я хочу привести всем нам свидетельство пророка и псалмопевца Давида как ответ на мной уже поставленный вопрос. Пророка Давида, который жил три тысячи лет назад, что он пишет? Конечно, это в русском переводе звучит. Не соревнуйся с творящим зло и не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро засохнут. Уповай на Господа и делай добро, и поселись на земле, и будешь пастись среди богатств ее. Малое лучше для праведника, чем многое богатство грешника. Я был молод, и вот состарился и не видел ни праведника оставленным, ни семени его просящим хлеба. Обдумав мои слова, вы можете сами определить уровень, духовно-нравственного состояния молодежи. Загляните в себя. Только не надо в соседа, он сам разберется. Загляните в себя, чему вы верите, чем живете, как живете, чего желаете и к чему стремитесь. что для вас важнее человек или ваш комфорт. Какой вы ребенок для родителей, какой вы ученик, какой вы гражданин своей страны, какой ответственность, какую ответственность вы несете, за что отвечаете, какая польза от вас обществу, семье, да и вам самим. Выводь ты делайте сами и в первую очередь о себе. А я не хочу обобщать, так как знаю, среди молодых людей много достойных личностей, личностей и ассопр. Ассопр. Ассопр.